Оформление проймы. Для того, чтобы правильно оформить пройму, нам необходима выкройка. Образец я связала из столбиков с одним накидом. Прикладываем образец к выкройке и обращаем внимание на то, какой у нас угол подъема. Например, в моем случае необходимо 1,5 см провязать почти горизонтально. Тогда я вяжу этот участок с помощью полустолбиков. Раз, два, три и четыре полустолбика. Прикладываю образец к моей выкройке. Все в порядке. Теперь необходимо высоту столбиков поднять выше. Следующий я вяжу один простой столбик. Прикладываю к выкройке. К выкройке все в порядке. Далее я могу продолжать вязание столбиками с одним накидом. И вяжу их до конца ряда. Вот как видим я провязала и участок проймы, который я связала, он полностью соответствует моей выкройке. Затем я переворачиваюсь и продолжаю вязать с изнаночной стороны, немножко не довязывая до конца. Вяжу тем узором, которым я вязала раньше всю работу. И вот я довязала, немножко оставив место до конца проймы. Прикладываю снова к выкройке. И вижу, что нужно еще скруглить эту пройму. Следующую петлю я буду вязать простой столбик. И далее воздушную петлю и поворачиваюсь. Снова смотрю, соответствует ли выкройке то, что я сделала. И вяжу, что мне хочется еще более уменьшить пройму. И я провязываю следующую петлю простой столбик. Далее вяжу, как обычно, в данном случае столбики с двумя накидами. И вяжу их до конца ряда. Ну вот, оно уже готово. И я прикладываю к выкройке свой образец. И вижу, что пройма уже готова. И в следующем ряду мне уже не надо менять форму. И я могу вязать строго вертикально. И тогда я продолжаю обычное вязание. Вот такая у меня получилась пройма. Я прикладываю ее к выкройке. Все точно соответствует по размерам. Надо сказать, что стандартов для вязания проймы нет. Потому что узоры меняются. И необходимо приспосабливаться к каждому узору. Но принцип вязания проймы одинаковый. Мы используем столбики различной длины. Если это не получается, то пройму можно упростить. Сделать ее не такую округлую, а квадратной формы. Продолжение следует...